...вы вышли впервые в своей жизни на такое серьезное мероприятие, как лан-финал, и сразу, причем, знаешь, попали не на рядовые финалы, как вот после сезона, а сразу на квалификацию, на мировой чемпионат. Скажи о внутреннем настроении, какова это возможность представить, так скажем, честь своего флага Азербайджана и России, хотя бы, что есть возможность побороться за это. Как дух в команде это перенес? Во-первых, я очень рад, что мы вышли на эти лан-финалы. Эмоции просто зашкаливают. Всех этих ребят мы видим впервые лицом к лицу. Все отлично. Я думаю, что в следующем сезоне мы поменяем состав. К нам придут Лаки и 340-й, и мы думаем, что сможем проявить себя на линии. Гендарки хорошо, ну, типа, минимум третье место. Ну, слушай, ну, это, конечно, хорошо. Давай мы сейчас непосредственно о сезоне чуть позже. Вот вы сейчас проиграли команде Атрибутс. Первый матч проиграли команде ВВик. Ну, действительно, очень сильные соперники. Я тебя прекрасно понимаю, вашу команду. В любом случае, это опыт. Опыта надо когда-то набираться. И тем более подобного рода первая поездка на такой крупный лан-финал. Я бы не сказал, чтобы она прошла для вас бесследно. Это, опять же, да, то есть вы приехали, вы почувствовали, каково это, да. Единственное, что, наверное, обидно не сыграли на сцене, да, вот против… Да, приехать на лан-финал. Да, под зрителями и так далее. То есть скажи, как команда вот сейчас переживает поражение? Сильно ли все расстроились или все реально понимают, что, как бы, ну, опыт, он со временем приходит? Ну, первый момент, вот, все расстроились, там, все говорили про ошибки, но потом уже поняли, что это первый лан, как-никак. Ну, это опыт, как бы. Ну, со следующим ланом, думаю, будем лучше и лучше играть. Я с тобой полностью согласен. Но смотри, как тебе атмосфера вообще в сайберспейсе? Как тебе вот видеть, да, весь этот народ, который, в принципе, ты видишь в интернете, и ты посмотришь, ну, здесь реально очень много народа. Как тебе вообще обстановка? Вообще, ну, по-другому, это не передать словами. Вот тут отличные буткемпы, там все компы хорошие, просто, ну... То есть организация тебе действительно очень понравилась? Организация, да, очень понравилась. Смотри, дальнейше, возможно, там в следующем сезоне будет лан, возможно, да, опять же, ребят, ключевое слово, потому что пока что еще нет точной информации. Как раз-таки переходим непосредственно к восьмому сезону Легендарного дивизиона. Ты говорил, что будет меняться состав. Вот давай чуть-чуть об этом поподробнее. Вот этот лайнап, который играл сейчас, какие изменения ждут конкретно вот этот состав, который сейчас находится в Сибирске? В следующем сезоне у нас будет два состава плеинг. Один будет элитный играть, а второй легендарный. В легендарке будет играть Джеффри, я, Стефано, 340-й и Лаки. А в элитке будет Пол Стар, АТЛ, который в Сфилитах играл, Поли Стар и этот... Аризон. А, и Аризон Джест. Но сейчас он играет здесь, а уйдет, получается, в элитку. А в связи с чем вообще такие изменения решили произвести? В связи с тем... Да, просто, ну почему, неудобно друг с другом как-то, наверное, играть или что-то еще? Ну как-то да, вот неудобно. Нет, чувство единства какого-то, что... Уверенности нет в этом составе как бы. А вот который вот у вас будет именно на легендарном дивизионе? Мы будем много разбирать там все... Ну это как бы основной состав будет. Скажи, как отнеслись твои родные, родители, близкие, друзья, вот что ты вот едешь в Москву? Ты первый раз вообще в Москве? Да, первый раз. Как вот отнеслись от родителей к такому роду, что типа мама и я геймер, мама и я лечу, зарабатываю деньги, возможно полечу еще в Россию? Я скажу первый момент, вот когда я раньше играл в эту игру, все мои родители говорили, что вот не играю, мало играю. Когда уже начал зарабатывать потихоньку деньги, и они уже поняли, что в этом есть что такое. Вот когда я сказал, что мама, я лечу в Москву, они просто меня поддержали. Не поддержали? Поддержали. А, поддержали, ну да, то есть это было немножко странно, если бы не поддержали, но так говорят, что молодец, сынок, красавчик, держись. А родители смотрят стрим? И ты говорил им, что будет стрим какой-то? Я скинул им ссылку, надеюсь, они смотрят сейчас. Вот, так что маме, и папе, и Гасану, и родным близким друзьям, смотрите вам огромный привет из Москвы. Вещаем мы со студии CyberSpace, торговый центр Riviera, город Москва. Смотри, Гасан, как вот по твоим личным ощущениям, вы вчера, в принципе, и праки поиграли, и вот сегодня два официальных матча провели. Неужели настолько сильные, допустим, вот те же вы и Виктисы, или слабые вы, или же все-таки это из-за того, что вот этот микс у вас просто был? Мы просто не сыгрались вместе. Не успели сыграться? Не успели сыграться. Просто мы проиграли из-за своих ошибок. То есть очень, ты согласен, да, что очень много ошибок? Да, очень много ошибок. То есть именно, а ошибки, смотри, были именно в принятии каких-то, да, вот решений, что вы делаете, или изначально все, то есть, как бы, что вы делали, очень много ошибок в себе носило? Ну, вот позиционка, позиционка, да, неправильные позиции. Вот, например, неправильные решения мы принимали именно. А какие карты у вас сыгрались сначала, давай вспомним, первый матч с Вейвиктис? В Вейвиктис мы первую игру сыграли убежку, проиграли 8-1 за КТ, за Теров, потом успели немного камбэкнуться, там 6-1 выигрывали, и потом после неравнодали 1-3 зомбаку. Он просто нереально всех убил, и все, вот так. А так, блядишь, камбэк, и кто знает, чем бы там все прошло. Да, возможно, были бы допы, и там... Атрибут. А, не, подожди, Сноб, атрибут. Вторая карта... Вторая карта Прованс. Ну, мы эту карту, мы думали, что... Ну, вы ее недавно против Скорпион сыграли, я помню, в финале квалификации, но там легко было, а здесь... Ну, да, там легко, но Вейвиктис же. Это же, да, ну, то есть сильно, ты согласен, что Вейвиктис слишком сильны для, вот, по сравнению с теми же... Они просто с таймингами заходят, вот это просто... Неудобно, тем более, что Миксу это принимать как-то еще. Ладно, если бы команда опытная сыгранная была, тогда было, наверное, чуть-чуть полегче. Команда Атрибут, она получается так, что отправила вас уже домой, вы занимаете четвертое место, но, тем не менее, под бурной овации, с уважением. Какие карты у вас игрались и какой счет там был? Первую карту сыграли ДЦ, не помню, проиграли 10-6 или 10-5. Следующая карта, вторая карта была Метро. Ну, опять же, из-за своих ошибок проиграли. А там какой счет? Там 10-5. А, 10-5, все, понял. Ну, скажи, видна ли сильно разница между Атрибутс и командой Вейвиктис вообще, вот так вот по уровню? Есть ли у Вейвиктис прям гораздо больше вот чего-то жесткого, нежели у команды? По стрельбе, думаю, нет. Именно вот больше стратегических, да? Стратегически, я думаю, Вейвиктис лучше. Вот сейчас будет матч Атрибутс-Вейвиктис за выход также в гранд-финал, где уже их ждет команда ОХЗ. Ты на кого ставишь? Я ставлю на Вейвиктис 2-1. 2-1. То есть ты думаешь, что Атрибутсы заберут одну карту? Я думаю, да. Давай так, выдели кого-то прям, кто тебе прям очень сильно запомнился у команды Вейвиктис и у команды Атрибутс. У команды Вейвиктис запомнился Замбак и Ятаган. Они хорошо это играли. А у Атрибутсов Сошки я хорошо играл за теров на метро. Он там за 15 вроде настрелял. Еще Вейк нормально настрелял. То есть две фигуры, получается, Вейк и Сошки, да? Сошки, да. А Эвостейшн как? Эвостейшн... Ну, я не замечал. Наверное, он тоже стрелял, но я просто не заметил. Согласен ли ты с тем фактом, что вот все-таки, если помнишь на протяжении сезона 7, легендарный дизайн, что вот Эвостейшн именно с Сошками, ну, пожестче смотрелся, чем сегодня? Я думаю, что да, он с Сошками был лучше. Удал бы ты вот совет команде вот Атрибут все-таки вот Эвостейшн вернуть, а кого-то, возможно, на Сошек снять. Ну, хотя там знаешь, кто у нас там получается? Сошки и Варян. Варян. Ну, Варян, не знаю. Я думаю, что лучше будет, если Варян попробует с Сошками поиграть, а Сошки и Эвостейшн с Сошками. Так, ну смотри, у нас следующий матч, по сути, начнется уже... Так, да, очень скоро, поэтому будем плавненько тоже завершать наше интервью. Дорогие друзья, прошу, пожалуйста, всячески оказать там, не знаю, поддержку команде плейнг. Все-таки ребята в первый раз вообще в своей жизни оказались на лане. Кстати, Гасан, смотри, такой вопрос. Какой средний возраст у вашей команды? Вот кому сколько лет, чтобы понимать, насколько все хорошо? Средний возраст 20 у одного 27 капитана, остальные 19-20. Ну, то есть в среднем там 21 год. Ну, молодая еще команда перспективная. То есть вы 100% играете в следующий сезон элитный и получается легендарный. Две команды у вас. А как будет называется? Плейнг и Плейнг 2? В легендарке Плейнг и Спортс, а в элитке просто Плейнг. Так, ну что, дорогие друзья, так, Стоп, Гасан, приветы. Приветы кому передаем? Приветы передаю своим близким, все, кто болели за нас. Потом привет Сапи. Первому. Он нас очень много поддерживал. И все. Своим одногруппникам всем привет. Спасибо большое, Гасан. С нами был Гасан Аскеров, игрок команды Плейнг и Спортс, дорогие друзья. Ну, а мы выходим на небольшую рекламно-музыкальную паузу. Дальше все вы увидите сами. Не переключайтесь, у вас есть буквально там пару минут, чтобы сделать чай. И дальше у нас шоу-матч между женскими командами. Это будет очень интересно. Не переключайтесь. Субтитры делал DimaTorzok